Здравствуйте! В эфире программа «Попутчик» и я, ее ведущий, Николай Свистун. В течение ближайших 40 минут мы с вами совершим увлекательное путешествие продолжительностью 90 лет. Именно столько марка BMW работает на территории нашей страны. Сама страна с тех пор сменила название, но марка остается неизменной. Так ли это на самом деле? И вообще принято считать, что современные автомобильные бренды пришли к нам только в постсоветский период. О том, как все было на самом деле, мы поговорим с нашим гостем. Это автомобильный критик и специалист по истории автомобилей Денис Орлов. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, как я уже сказал, есть мнение, что цивилизованная автомобильная история нашей страны началась в постсоветский период, когда Советский Союз прекратил свое существование. Но сама тема нашей передачи говорит о том, что мы должны вернуться в 1923 год, когда была провозглашена новая экономическая политика и появилась возможность для какой-то предпринимательской деятельности. Почему появилась марка БМВ? Как вообще случилось, что немецкий производитель начал работать и сотрудничать с советской властью? Да, действительно. Так получилось, что БМВ и нашу страну связывают как минимум 90 лет сотрудничества. Произошло это следующим образом. Дело в том, что когда закончилась Первая мировая война, две большие империи, Российская империя и Германская империя, были низложены. И две страны были низведены, как тогда образно выразился британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж, были низведены до состояния париев Европы. То есть с ними никто не считался. И это каким-то образом подтолкнуло две страны в объятия друг друга. Они стали между собой сотрудничать. И, собственно, из-за этого началось очень активное взаимоотношение между Россией, Советским Союзом, Советской Молодой Республикой и германскими компаниями, в том числе БМВ. А можно сказать, что сам по себе Версальский договор и те условия кабальные, которые были наложены и на Германию, и на ее крупнейших производителей, по сути дела, отчасти подтолкнули две страны к сотрудничеству. И Советский Союз, молодое совсем государство, стал в каком-то смысле спасителем БМВ. Совершенно верно. И более того, я даже как-то исследую этот вопрос, все время подходил к фантастической, абсолютно недоказуемой мысли о том, что не было бы Советской Республики, не было бы никакого завода БМВ. Ну, раз уж ты сказал об исследовании, я думаю, мы должны познакомить наших зрителей с вот этим трудом, который называется «Баварское сердце, русская душа». Это аудиокнига, автор которой, один из авторов, Денис Орлов, сегодня в студии программы «Попучик». Скажи, пожалуйста, что послужило вообще стимулом, ну, помимо такой внушительной даты, как 90 лет, что послужило стимулом для того, чтобы вообще начать такое исследование? Вот название книжки выбрано совершенно не случайно, потому что, пожалуй, первым толчком был небезызвестный фильм «Бумер». Когда я вдруг в какой-то момент там своих журналистских исследований зацепился и начал смотреть, что в этом фильме происходило, что происходило за кадром, как между собой на площадке работали актеры, я вдруг прочитал, что съемки проводили в зимний период, народ грелся, просто сидел, грелся в автомобиле, не уследили за антифризом, стуканул двигатель. И вот за это слово «двигатель» я зацепился. А потом оказалось, что действительно, вот у многих двигателей, которые существуют у нас сейчас, у многих проектов, которые были связаны с БМВ и Россией, у них действительно, вот немецкий двигатель, немецкое сердце, а в силу обстоятельств, в силу как бы основного заказчика у них русская душа. То есть все так и выходило. Одно за другим, открытие за открытием. А вместо сердца пламенный мотор. А вместо сердца пламенный мотор. И это тоже в том числе. Ну вот как раз у нас на этих плазменных панелях полетели самолеты. И думаю, что ни для кого не секрет, что родословная баварских моторных заводов носит такие авиационные в нее корни. И эмблема сама БМВ многими трактуется как вращающийся пропеллер. Вообще сколько в этом правды? Сами баварцы любят говорить, что это просто флаг Баварии, и не нужно здесь никаких подтекстов искать. Это просто флаг Баварии. Но мне вторая все-таки версия нравится больше. Как человеку эмоционального склада, мне больше нравится версия с пропеллером, с нимбом таким сверкающим, у которого часть секторов серебристые, а другие небесно-голубые, как флаг Баварии, действительно. На самом деле это было придумано одним из журналистов лет на пять позже, чем появилась компания на самом-то деле. Но очень красивая легенда. Вот как раз сам процесс, можно сказать, пришествия баварских моторов с небес на землю отчасти же тоже был продиктован Версальским договором. И, насколько я помню, фактически был запрет на производство авиационных двигателей. Версальские соглашения мирные, которые разделили послевоенную Европу, они действительно наложили серьезнейшие ограничения на Германию. То есть нельзя было выпускать военные самолеты никакие, нельзя было выпускать танки, тяжелые грузовики. То есть масса-масса-масса проблем. А завод БМВ, он, собственно, был построен во время войны как авиационное и моторостроительное производство. Таким образом, завод просто оказался без куска хлеба. Тут появляются красные командиры, которые говорят, мы строим наш советский воздушный флот, давайте нам двигатели. И в 1924 году в Россию прилетает ни много ни мало генеральный директор, первый в истории компании БМВ генеральный директор, Франц-Йозеф Поп. Он приезжает с целью подписать соглашение о выпуске авиационных двигателей в России. И как бы первой такой этапной вехой в отношениях между Россией и БМВ становится лицензионный завод в Рыбинске, который, наверное, можно было бы сравнить с заводом Форда в Нижнем Новгороде и с заводом Тольятти в... В Тольятти. Заводом ВАЗ в Тольятти, естественно. По масштабам, по объемам. То есть это было гигантское моторостроительное предприятие. Которое существует по сей день. Которое существует по сей день. Это объединение Рыбинские моторы. Мы не делаем здесь рекламу. Это было предприятие, которое построили немецкие специалисты. Они здесь жили. Более того, к ним приезжали представители профсоюзов проверять условия труда. Они жаловались тут, допустим, что где-то их недокармливают, где-то там то-сё. То есть это был действительно гигантский проект. И если мы рассмотрим нашу авиационную и не только авиационную технику, довоенную, то мы обнаружим, что знаменитые тяжелые бомбардировщики ТБ-3, они все летали на двигателях, лицензионных двигателях БМВ. Мотор назывался М-17 в нашем исполнении. Что все наши легкие танки БТ использовали двигатели М-17. То есть ездили на моторах БМВ. И так далее, и так далее, и так далее. Длиннющий получится список. То есть уже тогда мотор БМВ был символом скорости, потому что БТ – это все-таки быстроходный танк. БМВ-6 назывался двигатель. Это был 12-цилиндровый мотор. По тем временам это писк технологий. Вот он существовал в авиационном и в танковом варианте. И мы выпустили 27 с лишним тысяч этих двигателей. По тем временам немыслимое количество. То есть самой компании БМВ такое количество моторов даже не снилось. При этом мы исправно платили им отступные за лицензию. То есть за каждый двигатель и так далее. Давай вернемся чуть-чуть назад. В 23-й год все-таки тогда БМВ уже начала производить не только авиационную технику, но и мотоциклы, которые были ориентированы на простых людей, на потребителей рядовых. Было ли в этом смысле какое-то сотрудничество? И поставлялась ли подобная техника в Советский Союз? В этом году мы отмечаем действительно 90 лет первому мотоциклу БМВ, R32. Это был мотоцикл, который воплотил в себе все ключевые принципы современных БМВ. То есть это оппозитный двигатель и привод валом на заднее колесо. То есть не цепи, а валом. То есть вот такую концепцию они приняли изначально 90 лет назад. И в 23-м году такой мотоцикл был сделан. И в 23-м же году такой мотоцикл появился у нас в Москве в лаборатории НАТИ, научно-исследовательского автотракторного института. Тогда он так назывался. Располагался он в районе Явуза в тот момент. Не там, где он сейчас находится, а в районе Явуза, ближе к Кремлю. Этот мотоцикл поступил на испытания. И более того, потом, когда начались многочисленные автомобильные и мотоциклетные пробеги в нашей стране, регулярно у них принимали участие мотоциклы БМВ. И в журнале за рулем была реклама русскоязычная «Покупайте мотоциклы БМВ». Кто их покупал? Сразу, я думаю, что сейчас у многих наших зрителей уже происходит какое-то смещение стереотипов и давно устоявшихся понятий. Во-первых, что в принципе в советском журнале могли рекламировать технику из, ну, в общем-то, не совсем советской страны. Во-первых. Во-вторых, неужели ее, правда, можно было купить? Действительно. И более того, там одна из моделей мотоциклов была примерно по уровню, как сегодня, автомобиль Porsche. То есть она была настолько дорогая, что в Германии, ну, в общем, не находила особого спроса. Больше всего этих мотоциклов покупала Россия. Интересно. А что значит «Россия»? Вот кто это был? Это были жирные «Непманы», которые нагуляли какие-то капиталы на вот этой свободе экономической, которая была. Вообще ситуация, происходившая в России в те годы, очень хорошо проецируется на наши дни. Поэтому мы можем легко вообразить себе, кто именно ездил на такой дорогой технике. Вот посмотрите, кто сегодня ездит. Вот прокуроры, следователи, там, какие-нибудь там руководители в ГУПов, их секретарши и так далее. То есть вот примерно то же самое было. То есть тогда по разнарядке сотрудникам прокуратуры или можно было прийти в магазин, условно говоря, достать червонца и как-то приобрести? Я не уверен насчет этого, потому что вот как раз до того, каким именно образом мотоциклы продавались, я не дошел своих исследований, потому что объем и так был невероятно большой. Но да, вот эти мотоциклы были действительно, и на них много ездили. Выигрывали соревнования, выпускали шикарные рекламные постеры, мотоцикл BMW, рекорд скорости, там, такое-то, вот то-то, то-то, все на русском языке. Ну, поскольку техника существовала в стране, нужно было ее как-то обслуживать. Вообще было ли такое представление, как в нынешнее время, когда есть некое представительство марки, и централизованно поставляются запасные части, где-то можно приехать что-то, поменять масло? Был торговый агент, который сидел в «Национале», по-моему, в гостинице, в номер снимал, так сказать. Да, торговый агент присутствовал. Такого вот, как сервисное обслуживание, это в те годы, в принципе, все это ремонтировалось, ну, как и все остальное, то есть в каких-то гаражах. А потом период был недостаточно большой для того, чтобы техника выходила из строя, потому что, как это ни парадоксально звучит, в те времена техника была более надежна, чем сегодня. Она требовала более частого обслуживания, но при этом она гораздо была более работоспособна. Постепенно BMW все-таки начинает работать и с автомобильной техникой, и были ли попытки, или был такой опыт поставок этих машин на рынок, назовем это так, Советского Союза? Ну, тут следует опять, как бы немножечко отойти, обратиться к истории между СССР и Германией. У нас были очень плотные и даже, сказать, дружеские теплые отношения в период с 1922 по 1933 год, до того момента, когда ко власти в Германии пришел Гитлер. До этого момента мы очень много общались, и можно найти не только в области автомобилей, мотоциклов, можно найти кучу пересечений, так сказать, интересов. Ну, об этом очень много пишут историки, особенно про так называемый предвоенный период. Потом отношения на какой-то период охладели, а потом, опять же, политическая конъюнктура свела нас на небольшой, короткий совсем период, вместе в 40-41 годах, когда мы очень активно снабжали Германию сырьем, помогая немцам воевать с Великобританией. И в этот период, как бы, с автомобилями нет. Автомобили тогда уже было определено, что, скорее всего, наш российский путь – это массовое дешевое производство американских автомобилей. Автомобили BMW, они все-таки были прецизионные, это были дорогие машины штучного производства, требующие качественного обслуживания, качественного горючих смаживших материалов, чего, собственно, не было в стране. И культуры вождения такой, культуры водительской такой не было, чтобы пользоваться. Ну, видимо, и технической, что как раз ты говорил, что касается обслуживания. Да, поэтому американцы, американцы, еще раз американцы. Но с мотоциклами другая история. Опять мы возвращаемся к мотоциклам, автомобили будут в нашей истории, безусловно. А с мотоциклами получилось так, что перед войной встал вопрос о том, чтобы надо советскую армию посадить на мощный и надежный мотоцикл. И когда этот вопрос обсуждался в руководящем составе Красной армии, был такой у нас эксперт по фамилии Дюмюлен, известный очень спортсмен, мотоциклист, преподаватель автобронетанковой академии. Он из французов, которые остались в России после наполеоновского похода. Вот он сказал, что немцы воюют на мотоцикле BMW R71. Была дана команда мотоцикл найти, скопировать, организовать производство. Это одна из версий. Вторая версия, которую я пока еще не нашел подтверждение, заключается в том, что мы заказали немцам, после того, как мы выбрали мотоцикл, мы заказали немцам разработку нашего мотоцикла по аналогу с BMW R71. У нас мотоцикл получил название M72, если мы все хорошо помним кинокомедию «Берегись автомобиля», то за Юрой Деточкиным на мотоцикле Георгий Жжонов гонялся вот как раз на этом мотоцикле BMW, назовем его так. Но очень похоже. Есть некие отдельные такие вот подсказки, намеки на то, что это была все-таки не наша конструкция, а сделанная немцами и адаптированная уже к нашим условиям. Интересно. То есть получается, что мнение фактически одного человека, спортсмена, и фактически успехи BMW тогда в мотоспорте послужили причиной и стимулом к тому, чтобы рабочая крестьянская Красная Армия получила в свое распоряжение именно немецкий мотоцикл, а не, допустим, американский, предположим, или еще какой-нибудь. Цена ошибки была очень велика. Демлиона расстреляли на самом деле по другой причине. Он был действительно одаренным человеком и очень грамотным специалистом. И он трагически погиб уже когда начали волны репрессий с начала 40-х годов. И тем не менее мы стали выпускать этот мотоцикл, и получается так, что обе стороны воевали практически на похожих машинах. То есть фактически Советский Союз был в этом смысле автономен? То есть никак не зависело благополучие, назовем это так, рабочей крестьянской Красной Армии, от того, какова конъюнктура в Германии, воюем мы с ней, не воюем? Старались всегда делать так, чтобы была независимость. То есть приобретаем моторы, но при этом осваиваем его по лицензии и осваиваем серийное производство. Приобретаем мотоцикл и сразу же начинаем учиться его делать и, наконец, выпускаем его сами. С автомобилями история сложнее, потому что когда война завершилась, автомобильный завод БМВ стал советским предприятием. Это одно из таких маленьких открытий, которые удалось сделать в процессе работы над книгой. Давай здесь поподробнее тогда поговорим. Понятно, что в период 1941 по 1945 год, в общем, моторы БМВ, если и прилетали на территорию Советского Союза, то не всегда улетали обратно. То не всегда улетали обратно, да. И понятно, что это было усилиями Люфтваффа в основном. И наших зенитчиков, наших летчиков-истребителей. Это были сложные взаимоотношения. Да, такие непростые. Но наверняка была, во-первых, какая-то трофейная техника, которая эксплуатировалась в Красной Армии. Есть какие-то сведения насчет того, как это происходило? Каковы были ощущения у наших бойцов и командиров от этой баварской техники времен войны? Таких сведений я не собрал, но на самом деле трофейная техника очень много попала, во-первых, сразу же после нашей победы под Москвой. Очень много техники попало. И встал вопрос о том, чтобы, например, завод ЗИС, московский завод имени Сталина, занимался только тем, что восстанавливал трофеи. То есть из-за разукомплектованной, разбитой техники делались новые машины и мотоциклы и отправлялись на фронт. Сейчас бы это назвали SKD, наверное, да? Да, да, да. Такая отверточная сборка иномарок на территории Советского Союза. Да, но там была, конечно, полная разносортица. То есть собирали все, что только могли собрать. Мультибрендовая, значит, была производственная. Мультибрендовая. Прообраз автотора, фактически. Прообраз автотора, который сегодня выпускает БМА. Да, действительно. И, в общем-то, у нас был такой инженер, капитан-инженер Хальфан, который занимался тем, что анализировал технику трофейную и технику, допустим, американскую. То есть всю иностранную технику, которая попадала в Красную Армию, у нас старались анализировать, проверять, составлять какие-то рекомендации по эксплуатации. И в том числе Хальфан анализировал машины БМВ. И, например, с достаточным удивлением он писал о том, что машина – речный рулевой механизм. А потом, когда начинаешь выяснять, обнаруживается, что современный речный рулевой механизм компания БМВ использовала с 1933 года или с 1931 года. То есть фактически не миссия. Современный острый руль был на машинах БМВ еще с 1930-х годов. Есть ли какие-то свидетельства того, что эта работа, которая была проделана, это была ведь огромная инженерная работа, что она нашла реальное воплощение в каких-то разработках чисто советских? Нет, такого нет. Были выпущены книги, книга того же Хальфана «Иностранные автомобили», которая является настольной книгой всех реставраторов и коллекционеров в наши дни. Но, как ни странно, в 1945 году произошла вот эта история с тем, что завод БМВ в городе Айзенах, это Тюрингия, это не Бавария, это Тюрингия. В Тюрингии был завод автомобильный. Он оказался в советской зоне оккупации. И губернатор, я, правда, сейчас не вспомню название, как это правильно назвалось, что-то такой министр-президент земли Тюринги, отправился к Жукову с большим докладом обстоятельным, с просьбой не вывозить завод. Потому что известно, что у нас была принята программа репараций, и мы очень активно стали вывозить из Германии технологическое оборудование, производственное, просто вот все, что могли вывезти после победы на Германии. И вот этот самый президент по фамилии Пауль, он был адвокат, он умел разговаривать с людьми, он приехал к Жукову. И, видимо, он был настолько убедителен, что в октябре 1945 года появился приказ, приказ Жукова о начале автомобильного и мотоциклетного производства на заводе БМВ, где был подробнейшим толстый, там, 11-страничный приказ, где было подробно, то буквально галочки расписано, сколько автомобилей и мотоциклов должны делать каждый год, какие фонды должны отпускаться, кто отвечает за электроэнергию, кто отвечает за поставки рабочей силы, там, ну, в общем, настоящий производственный приказ. Вообще, сколько мужества должен был иметь этот немец, этот президент землетюринга, чтобы отправиться к нашему маршалу, да еще убеждать его в том, что он должен действовать фактически против инструкций собственного верховного командования? Мужества хватило ровно на два года, потому что через два года бургомистр, ну, в смысле, министр, посмотрев на вообще дела, которые делаются, сбежал в Мюнхен, все-таки он не вынес. Чтобы квартиру. Да, но факт остается фактом, что была создана, вот, аббревиатура просто вот поразительная, советское акционерное общество АвтоВело, в рамках которого работал завод, который назывался бывший завод БМВ, и этот завод выпускал под эмблемой БМВ, выпускал мотоциклы и автомобили, и автомобили мотоцикла БМВ продавались у нас вот на Спартаковской улице в Москве, например, был магазин, там можно было это купить. А что это была за техника? Это были, видимо, все-таки довоенные, да, разработки? Это были довоенные разработки, естественно. Самая популярная модель была, это был такой двухдверный седан БМВ 321. Опять же, очень неплохой с точки зрения езды, потому что речный рулевой механизм, рядный шестицилиндровый мотор. В общем, очень неплохой автомобиль был по тем временам. Плюс мотоцикл, мотоцикл R35. Сколько продавалось таких образцов техники? Точных цифр мне не удалось разыскать, но это было несколько тысяч экземпляров. Ну, то есть довольно много. Да, да, да. Это, в общем, она могла и примелькаться как-то. А что-то сохранилось из этого? Да, очень много БМВ сохранилось. И мы очень часто можно видеть в каких-то фильмах, где у нас сейчас сегодняшние современные режиссеры пытаются изобразить войну. Очень много ездит послевоенных автомобилей БМВ. Что это были за люди? Кто тогда, кто из советских граждан мог прийти и купить технику БМВ? Лично снять с нее весь солидол и начать ездить? Ну, у нас в стране, в общем-то, всегда было достаточно много людей с хорошими зарплатами. То есть это номенклатура. Творческая интеллигенция? Творческая интеллигенция, да. Там же очень интересно. Этим машинам вынуждены были соперничать с трофеями, которые, опять же, в огромном количестве поступили в нашу страну. У нас были специальные пункты распределения трофеев. И трофеи выдавались по разнарядке, опять же. То есть там полковнику вот такого уровня автомобиль, капитану, майору такой, генералу на более высоком классе автомобиля мог ездить. И вот эти трофеи автомобильные, они, в общем, столицу заполонили и во многих других городах тоже появились. И тут появляется новая машина фактически. То есть уже тогда можно было говорить, что у БМВ был российский завод. А есть какие-то данные насчет того, сколько это стоило? Ну, хотя бы в соотношении с доходами, ну, хоть как-то понять, это вот было сколько? Я не смог найти этих цифр, опять же. Я, как бы, могу сказать, что победа стоила 16 тысяч рублей. Я думаю, что примерно тот же уровень. То есть можно было... То есть это была реальная альтернатива нашей марки. Можно было пойти и купить совершенно новый автомобиль БМВ. Скажи, пожалуйста, почему, на твой взгляд, Советский Союз тогда не пошел по пути, ну, который мы сегодня назвали бы, наверное, китайским? Почему было там не приложить копирку, не перерисовать и не начать это делать уже, там, не знаю, в каком-нибудь новом городе или под какой-нибудь уже такой советизированной маркой? Ну, во-первых, конечно же, у советских собственная гордость. И на самом деле я вот без всякой иронии я разделяю эту позицию, потому что она гораздо более честная и гораздо больше заслуживает уважения. Когда научились... Надо научиться делать самим. То есть не копировать, не подражать, а научиться освоить технологию. Потому что в этом есть большая разница. То, что делают, допустим, китайцы, которые слепо копируют, пародируют, и тем, допустим, как делалась та же победа. Потому что победа – это ведь тоже некий синтез знаний, полученных от американцев, от немцев. Но это была машина, созданная нами самими. Да, это путь, который не защищен от ошибок, но это путь, который сразу же приводит к высоким результатам. Копирование – это всегда действие как бы пост, когда мы всегда будем находиться в отстающих. Хорошо. Но фактически именно немецкие технологии стали, допустим, стимулом и импульс дали серьезный к развитию российской, советской тогда еще ракетной промышленности, например. Почему было бы, допустим, не вывести инженеров немецких, не поселить их на каких-нибудь симпатичных подмосковных датчках и открыть, как сейчас бы сказали, технологический центр? Вот, Коля, абсолютно ты попадаешь в яблочко, то есть бинго, можно сказать. Потому что в 1946 году авиационных, авиамоторных инженеров БМВ в Германии, они работали тогда в Германии под присмотром советской администрации, их подняли по тревоге, поскольку это была все-таки некая, так сказать, военная структура, их всех подняли по тревоге, им сказали, что у вас у всех сутки на сборы, и вы вместе со своими семьями, со своим скарбом берите все, что хотите, там, козу, там, я не знаю, там, детский велосипед, шкаф, самолет, все, что хотите берите. Их всех привезли в славный город Самара, тогда он назывался Куйбышев, и создали специальное конструкторское бюро, которое стало заниматься тем, чтобы из известного немецкого турбореактивного двигателя БМВ делать наш советский турбореактивный двигатель. И первый наш истребитель, вот, эра реактивных самолетов в нашей стране началась с двигателя БМВ, то есть первый наш истребитель реактивный взлетел с двигателем, настоящим двигателем БМВ, с клеймами, совсем, так сказать, это был трофейный двигатель, а уже там, допустим, десятый истребитель, там, двадцатый, двухсотый, там, семисотый истребитель, они уже летали на двигателе, который был в Самаре сделан, то есть немцев было очень много в Самаре, колония насчитывала что-то около полутора тысяч человек вместе с чадами и домочадцами, они очень хорошо там жили, то есть им предоставили отличнейшие, по меркам послевоенной страны нашей, у них были просто потрясающие условия для жизни, то есть это кирпичные дома, спецпайки, и немцы сохранили просто самые теплые воспоминания, до сих пор в Германии существует клуб, который объединяет любителей, то есть тех людей, которые, вот они ездят туда, они до сих пор там ищут там какие-то остатки, вот, то есть этого поселка уже нет, но вот тем не менее, это отдельная история. Я просто позволю себе сейчас выразить боль всех, наверное, советских еще автомобилистов, почему же так не поступили с машиной, почему же этого не произошло? Самолеты истребители были важнее. Дальше мы движемся по этой хронологии, приходим ко временам оттепели, тогда вот, казалось бы, самое время впустить вот этот воздух Запада и как-то дать им подышать. Впустили. Как это выглядело? Впустили. Это была вторая половина 50-х годов, когда Никита Сергеевич Хрущев озаботился дать населению недорогой автомобиль, дешевый автомобиль. И началась обширная исследовательская работа. В общем, идея была такая, что надо бы какую-нибудь мотоколясочку дать, то есть такое вот что-нибудь совсем простенькое, что и бюджетно ненакладно, и, в общем, граждане смогли бы на этом передвигаться. И в том числе БМВ в тот момент тоже выпускал мотоколяски. И ЗЭТу, да. И ЗЭТу, и потом была более, так сказать, была четырехместная из ЗЭТа, называлась БМВ-600, то есть 600-кубовая. 600-я БМВ. 600-я БМВ, да, вот так вот это вот как бы звучит смешно. Эти машины закупили, они прошли полный цикл испытаний в НАМИ, БМВ-600 очень похвалили, она получила очень лестные оценки, но все упиралось в то, что это вообще специфика германского производства, это штучное производство. То есть это вот какие-то остатки вот этого ремесленного подхода, когда каждая деталь, каждый узел обсасывается, подгоняется, несколько раз перепроверяется. То есть мы не могли таким образом выпускать себе позволения. Массовый автомобиль? Нам нужен был массовый автомобиль, выбрали ФИАТ, ФИАТ-600 тоже как бы 600, он стал прообразом Запорожца. Да, как известно, Горбатого того самого. И Горбатый Запорожец, да, это итальянские корни во многом, хотя на одном из экземпляров, на одном из прототипов стоял БМВ-шный мотор, БМВ-600, мотор стоял на Запорожце, и вот его испытывали как один из вариантов. После Хрущева у нас был Леонид Ильич Брежнев, как известно, большой поклонник быстрой езды и быстрых автомобилей же. Что он сделал хорошего для того, чтобы сотрудничество с БМВ, может быть, как-то углубилось? Да, это 60-е годы, 64-й год. Тогда у нас был, пожалуй, самым главным заводом, выпускавшим автомобили для населения, это был московский завод «Москвич», МЗМА он тогда назывался, московский завод малолетражных автомобилей. И на этом предприятии был разработан фантастический автомобиль «Москвич-408», который... Очень передовой по тем временам. Тем временам это была передовая машина, очень много продавалось на экспорт. С этой машиной, кстати, связана история примерно та же, что с «Порше-911», потому что, когда мы его выставили на экспорт под маркой «Москвич-408», компания «Пежо» предъявила нам претензии по поводу нуля в середине трехциферного индекса, потому что это, оказывается, их прерогатива. «Порше» напоролся на претензии «Пежо» в 1963 году, а мы в 1964 или в 1965. Поэтому машину сначала переименовали в «Москвич-элита», а потом, когда начали ее уже модернизировать, стали называть «Москвич-412». Для «Москвича-412» одаренный фантастический конструктор Игорь Окунев спроектировал абсолютно новый двигатель. Это был цельноалюминиевый мотор с наклоном блока в правую сторону на 20 градусов. То есть компактный силовой агрегат, очень надежный, с широкими возможностями для форсировки. Так вот, за образец этого двигателя конструктор Окунев принял мотор BMW от машины BMW 1500. Но это как раз тот случай, когда конструктор, а Окунев был очень интересный конструктор, он принимал участие в создании еще того мотоцикла М72, который на самом деле, как мы уже знаем, был BMW R71. То есть он был знаком с технологиями BMW не понаслышке. Он, так сказать, еще в 1941 году узнал. Ну и сама, кстати, модель 1500 была для BMW знаковой. Они же во многом именно с этой моделью связывают некий ренессанс. Они выстрелили с ней, да. Это была шикарная машина. Она попала, зеленого цвета была машина, попала в гараж завода МЗМА. И вот Окунев, владея, зная все эти технологии, он не то, что он не скопировал двигатель ни в коем случае. Если сравнивать эти два мотора, они, в общем-то, достаточно разные по конструкции. Но он взял базовые принципы. То есть вот этот самый наклон блока, позволяющий всю навеску мотора компактно разместить с другой стороны, то есть чтобы она не выпирала и давала возможность делать низкий капот. И еще ряд таких вот вещей, он их использовал. Опять же, широкое использование алюминия. И этот мотор, в общем, потом освоен был авиационной промышленности. Там был такой факт сотрудничества между автомобильной и авиационной отраслью. И, в общем, москвичи 412-й прославили тоже, в общем, нашу страну на многих международных гонках, таких как Тур Европы или там Лондон-Мехико. Да, незнаменитый марафон. Когда было принято решение о том, что Марко будет уже серьезно работать в России, это уже все-таки связано с постсоветским периодом, насколько я понимаю, и с созданием не совсем даже своего сборочного производства, да? Почему все-таки была выбрана такая модель сотрудничества с независимым заводом, каковым является Автотор? До Автотора мы еще не добрались. Вот представь себе ситуацию. Я приезжаю в Мюнхен в архив компании BMW, предварительно отправив им запрос. То есть все, что, весь бред, который я к тому моменту насобирал, все мыслимые и немыслимые легенды про BMW, я все записал и им туда отправил. Я туда приезжаю, выходит такой почтенный дедушка, выходит со мной поздороваться, познакомиться. Выговорит, наверное, больше эксперт, чем я, сказал мне дедушка, и мне было очень неловко. Я сразу лихорадочно начал подбирать какие-то слова в ответ, комплименты, потому что ситуация очень неловкая. То есть профессиональная история, который собаку съел на BMW, выходит знакомиться с каким-то, так сказать, случайно приехавшим туда русским парнем. В том числе одним из таких вопросов был у меня вопрос о том, что за сотрудничество компании BMW с Советским Союзом началось в 1973 году. В 1973 году мы все знаем, что в Москве была выставка Mercedes. Мало кто знает, что в Москве в 1973 году была еще выставка BMW. И что фон Кюнхайм был такой у них талантливейший менеджер, которого они считают просто гениальнейшим. Такой же, как Лея Кокка примерно человек. Вот Эберхард фон Кюнхайм, родом из Восточной Пруссии, мама которого погибла в лагерях НКВД, в 1973 году прилетает в Россию подписывать первое соглашение с Советским Союзом по поводу сотрудничества. И министр Щелоков, который открывал выставку, он был самым главным, так сказать, на этой выставке, он видит, что фон Кюнхайм мерзнет. Погода была примерно такая же скверная, как сейчас. И он из своего плеча скидывает барский, министерский, милицейский полушубок и дарит его, значит, Кюнхайму. То есть вот такое вот потепление отношений в 1973 году, в декабре. В прямом смысле слова. В декабре, да. Итогом этой выставки стало то, что мы закупили полицейские машины на тесты, на испытания. Вот. И начали вести переговоры о том, чтобы выпускать в Советском Союзе 50 тысяч автомобильных шестицилиндровых моторов объемом 2,5 литра и 6 цилиндров для автомобилей «Волга». Те самые догонялки знаменитые. Вот. И выпускать мотоциклы. 100 тысяч мотоциклов. Я видел эти все документы. Они не знали, когда я приехал с этим в архив, они не знали, что у них это есть. Они мне принесли дрожащими руками пресс-папку, то есть специальная папка презентационная, не для журналистов, а для министров, где были там со страшными грамматическими ошибками на русском языке, там были выведены тщательно фамилии всех участников, графики, подробнейшие. Просто вот пресс-проспект будущего завода. Почему он не состоялся? У нас совсем уже мало времени. Кончилась валюта. В стране кончилась валюта. В стране кончилась валюта. Начался застой. У нас, к сожалению, заканчивается время нашей передачи. К большому сожалению, не поместилась у нас современность в этот разговор. Но я думаю, что все, что касается современного положения дел в автоиндустрии нашей страны, мы еще об этом обязательно поговорим. И я буду рад видеть в нашей студии Дениса Орлова, автомобильного критика и специалиста по истории автомобилей. А это была программа «Попутчик», которую провел для вас я, Николай Свистун. Всего вам доброго, друзья. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!